Кремль Более двух с половиной тысяч передовых людей столицы и области по приглашению Московского областного и городского советов профсоюзов 16 января собрались на вечер в Большом Кремлевском дворце, Георгиевский зал. Вечер открыл председатель Московского городского совета профсоюзов Крестьянинов. Слово предоставлено знатному железнодорожнику, машинисту Виктору Блаженову. И где бы ни был советский человек, каким бы трудом ни занимался, он видит и знает, что все в нашей стране делается для его счастья. Это счастье видно на каждом шагу. Оно и в том, что распахнул свои двери дворец науки на Ленинских горах. И в том, что наши дети резвятся на елке в Кремлевском дворце. Оно и на нашем сегодняшнем вечере. Все это говорит о тесной сплоченности нашей партии, нашего правительства с советским народом на славном пути коммунистического строительства. Выступает народная артистка СССР Гоголева. Дорогие товарищи, от имени советских актеров, работников советского искусства, литературы, драматургов, поэтов, художников, людей науки, Позвольте приветствовать вас, знатных людей нашей столицы и московской области, передать вам наш горячий привет. По окончании концерта еще долго продолжался этот праздничный вечер. В столице Литвы, Вильнюсе, открылась художественная выставка. Здесь представлены 1300 работ художников республики. Освобождение Клайпеды, картина Грачева. Молодой Дзержинской на Майовке, художник Розен Талис. Литовская писательница Юлия Жемайте. Автор скульптуры профессор Александровичус пришел сюда со своими учениками. Друг природы. Работа скульптора Рудзинскас. Произведение мастеров народного и прикладного искусства. Керамика. Работа Давидовича, неслужащий из города Каунаса. Республиканский ансамбль песни и танца. Многие из экспонатов выставки будут показаны в Москве на декаде литовской литературы и искусства. В городе Витебсте на чулочно-трикотажной фабрике КИМ идет соревнование за увеличение выпуска продукции на существующих производственных площадях. В трикотажном цехе Валентина Крюкова повысила выработку бельевого полотна из искусственного шелка. Чулочный цех. Здесь первенство в соревновании держит Анна Богданова. Каждая работница предприятия стремится выпускать продукцию только отличного качества. Новые автоматические вышивальные машины позволяют изготовлять значительно больше женского белья с красивой отделкой. На Витебской фабрике КИМ непрерывно расширяется ассортимент товаров широкого потребления. В дни суровых сибирских морозов в теплице Анжерского совхоза Темировской области созрел урожай помидоров. Теплично-парниковый комбинат круглый год снабжает овощами шахтеров Анжера-Судженского. Здесь выращивают тысячи килограммов помидоров, лука, огурцов, редиса, салата. Для парников на комбинате готовят 900 тысяч торфоперегнойных горшочков. В них высеваются семена капусты. Весной для выращивания овощей в открытом грунте совхоз будет обеспечен хорошей рассадой. Масло-жировой комбинат имени Микояна в городе Порошилове Приморского края – крупное предприятие промышленности и продовольственных товаров. Комбинат состоит из нескольких механизированных заводов. Каждый день здесь выпускают более 25 тысяч килограммов сливочного и столового маргарина. На этом заводе изготовляется рафинированное растительное масло. Продукцию комбината хорошо знают на Дальнем Востоке. Эти новые дома в Исмаиловском районе столицы возведены молодыми рабочими, окончившими 23-ю московскую школу фабрично-заводского обучения строителей. Школа готовит рабочих разных специальностей. Под руководством опытных мастеров занимаются будущие плотники, столяры, каменщики. Полученные знания учащиеся закрепляют на производственной практике. Юные строители участвуют в сооружении 14-этажного жилого дома на Дорогомиловской набережной. На юг Туркмении, к пустынному берегу Каспио, ежегодно слетаются на зимовку миллионы птиц. Здесь встречается свыше 160 видов пернатых. Фламинго, дикие утки. Весь этот огромный участок побережья является государственным заповедником. В поселке Гасан-Кули на орнитологической станции научные сотрудники изготовляют чучело редких птиц для Московского государственного университета. Кольцевание помогает определить места птичьих в гнездове и пути пролетов. С наступлением весны стаи птиц потянутся на север в родные края. Китайская народная республика. В городе Улан-Кото состоялся первый спортивный праздник автономной области Китая, внутренней Монголии. Из поколения в поколение передается мастерство стрельбы из лука. Дворцы в старинных одеянах национальных героев. Скачки – один из самых любимых здесь видов состязания. В новом Китае спорт становится достоянием широтих масс населения.